Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. День памяти жертв Голодомора. Как президент предлагает наказывать тех, кто не признает Голодомор геноцидом? С благодарностью к природе. До каких пор в Украине в реки будут сливать экскременты? Траур в Египте. Страна переживает последствия бойни в мечети Эррауда на Синае. С жертвами теракта уже стали 305 человек. Гудбай, Блэк Брайдэ. Почему в Черную Пятницу американцы не пошли по магазинам? И где шоппинг реально удался? Ввести ответственность за непризнание Голодомора призвал Петр Порошенко. Об этом он заявил во время мероприятия, посвященных Дню памяти жертв Голодомора. Чтобы на всех континентах осознавали, что не признавать Голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост, подчеркнул президент. И предложил принять закон об ответственности за непризнание этих двух ужасных трагедий. На сегодняшний день 14 стран мира признали Голодомор геноцидом украинского народа. Память погибших в 1932-33 годах почтили также премьер-министр Владимир Гройсман, представители духовенства, дипломаты и другие высокопоставленные лица. Священники провели молебен, после короткого которого Петр Порошенко объявил общенациональную минуту молчания и зажег свечу памяти. Чтобы на всех континентах осознавали, что не признавать Голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост. И я думаю, наставил час и нам самим ухвалить закон о ответственность за невизнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий. Хотелось бы, чтобы не мы, а лучше, чтобы мы, а не наши дети, дочекалися невероятно, чтобы и в России сталися такие изменения, за которых ее российская новая элита так же признала Голодомор геноцидом. А бы хотя бы покаялась за него. Еще один американский штат Мичиган признал Голодомор геноцидом. Палата представителей региона одобрила соответствующую резолюцию. Об этом сообщает посольство Украины в США. В украинском посольстве отдельно поблагодарили власти Мичигана за внимание к страшной трагедии украинского народа. Напомню, Голодомор также признан геноцидом в штатах Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. А вот у Великобритании другое мнение. Там Голодомор геноцидом не признают. Об этом в Фейсбуке сообщило украинское посольство в Лондоне. В Веснистрстве по этому поводу состоялись специальные парламентские слушания. С инициативой признать Голодомор геноцидом выступила депутат от правящей консервативной партии Полин Латам. Но правительство этой страны решило не менять свою позицию, согласно которой термин геноцид Лондон официально применяет к преступлениям в Сребренице, Руанде, а также в отношении Холокоста. Голодомор 1932-1933 года был искусственно создан по приказу Коммунистической партии СССР. По различным подсчетам в результате этой трагедии погибло более 7 миллионов человек на территории на тот момент УССР и 3 миллиона украинцев за пределами республики. В 1928 году руководство СССР объявило так называемый курс на коллективизацию. Все крестьянское имущество должны были объединить и передать в государственную собственность. В 1932 году советская власть издала приказ о планах сбора хлеба. Весь урожай из колхозов забирали. У тех, кто не выполнял норму, изымали все продукты питания. Выезжать из сел людям было запрещено. И только за сбор остатков урожая селянам грозило 10 лет с конфискацией имущества или расстрел. В народе этот приказ 1932 года назвали законом пяти колосков. Голодомор стирал с карты Украины целые села. Одно из таких в Сумской области, в Песках Бурынского района, голодная смерть за год там забрала более тысячи человек. Людям удалось отыскать их имена в книгах, которые сохранились в местном архиве. В селе осталось два долгожителя, которые пережили эту страшную трагедию. С ними пообщались мои коллеги. Варвара Мусияка живет в Песках почти столетие. Она из деревенских старожилов. Когда начался голод, ей было семь. Женщина рассказывает, те дни в ее памяти останутся навсегда. Вспоминает, как ели траву, только бы выжить. Мама привезли жома, на печи на грубе. Да, если жом сам не держится, разваливается. Да, Кусинина выбираем из клевера листочки. Вот они, мама, их потолчет. И вот эти ели. А что жили, как нема ничего? Пухли, братик у нас умер. То, что выжила в те страшные дни, Варвара называет чудом. Смерть тогда коснулась каждой семьи. В сохранившейся книге регистрации смертей записано, что самому младшему из погибших было всего лишь три месяца. Хотелось просто справедливость установить, чтобы знали, что действительно это было. И подтверждено это документально. На страницах этих книг более тысячи имен. И это только за один 33-й год. Все эти фамилии выбиты на плитах мемориального комплекса в Песках. Установили его возле старшего дерева, под которым хоронили погибших. Знаходится как раз на том месте, где стоял омшанник. Тобто, яма для сбережения взимку бджил. В эту яму, да, взвозилися с ближайших вулиц села Пески, потому что мы как раз находимся на территории села Пески, взвозилися под водами померли люди. Каждый год в пасхальные дни на этом дереве появлялся белый платок. Его вывешивала женщина, которая жила неподалеку, чтобы о захоронении не забыли. Жители села продолжили эту традицию после ее смерти. Ежегодно на дереве развиваются рушные, как оберег от беды. Хай роблять, как хочет. Голоду, чтобы не было и войны. А мы люди украинцы, мы выносливые. Любовь куклы Анастасия Грапинченко, Анна Валевская. Подробности телеканал Интер, Сумская область. НАБУ провело обыски в Национальном институте Рака. Об этом СМИ сообщил представитель антикоррупционного бюро. По его словам, искали доказательства злоупотребления служебным положением со стороны руководства учреждения. Должностных лиц подозревают в присвоении и растрате имущества. О факте коррупции в институте неоднократно заявлял и нардеп Сергей Каплин. На люксовящие автомобили. Статки за кордоном. Багатомиллионные рахунки. Боевики сегодня шесть раз обстреливали позиции украинских военных в зоне АТО. В половине случаев ВСУ ввели адекватный огонь в ответ. Об этом сообщает пресс-центр штаба. Кроме того, в Донецкой области на днях бойцы освободили два поселка после контратаки в ответ на агрессию наемников. Все подробности знает Геннадий Вивденко. Когда зашли люди, говорили, что наконец-то зашла украинская власть. Где вы раньше были? Мы вас ждали. Все были рады. Это люди такие же граждане Украины, как и все остальные. Освобождены два поселка севернее Горловки. Гладосово и Травневое. После ответной контратаки украинской армии. Главное нам, чтобы дорогу открыть. И дорогу, чтобы открыли. Я вот на басе работаю. Вот приехал вчера через Майорск. Теперь на работу как-то выехать надо. И будут три раза в неделю возить вас туда-обратно. Вы будете в одном месте собираться на 7 утра. На 16 часов машина подъехала. Вы же грузинец вас привезли до дома. Ну, как на работу, то надо раньше. Да. Ну, вы скажете. Это под вас. Это я образно говорю. Вам можно будет и в Ахмут ехать в Артемск. И в Артемск, как по-новому называется, вы в Ахмут. Часть украинских военных, участвовавших в штурмовых действиях, отсюда, с Донбасса. Многие из оккупированных районов. Это их малая родина. Ложь боевиков в интернет-ресурсах. О притеснении местного населения опровергают сами же жители освобожденных поселков Гладосова и Травневого. Я лично не слышала и не видела, чтобы кого-то арестовали. Не знаю, сынок. Давайте вам померить давление. Вы скажите о своих проблемах, что беспокоит сердце. 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 Не волнуйтесь, присядьте. Давайте сейчас укольчик сделаем от давления. Вы приляжьте. В поселке Травневое сразу же оборудовали медпункт для помощи местным жителям. За утро приняли 10 человек. Одну бабушку собираются отвезти в больницу на подконтрольную территорию. Бойцы гражданско-военного сотрудничества раздают свежий хлеб, тушенку, воду. Там консервы, мука, сахар, макароны. Спасибо большое. Главное для украинской власти здесь обеспечить сюда подачу электроэнергии и подвоз продовольствия. Сейчас решаем проблемы людей. Поставку воды, поставку электроэнергии, поставку продуктов питания. И приезд медиков. Медики будут обязательно. Эти поселки украинские по Минским соглашениям в этом районе сегодня вновь били из гранатометов и БМП. Боевики активизировались. Абонас. Давайте будем тактирувать. Все будет нормально. Все будет нормально. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Причины массовой паники в центре Лондона все еще расследует Скотланд-Ярд. Инцидент произошел вчера вечером на популярной туристической улице Оксфорд-стрит. Виновниками паники, возможно, стали двое мужчин, которые подрались в метро. Так что же случилось, выясняла Светлана Чернецкая. Она сейчас в Лондоне. О боже, все бегут. Что происходит? Там стрельба. Стрельба. Давай побыстрее домой. Волна паники поднялась за считанные секунды. Мало кто понимал, от чего или от кого бежит. Одни говорили о вооруженном мужчине за углом. Другие видели микроавтобус, протаранивший людей на тротуаре. Разбираться в том, что происходит на самом деле, мало кто решился. Понятно, что из-за последних событий в Лондоне все сразу подумали, это теракт. Нас затолкали в подсобку магазина, и мы слышали крики людей. Было ощущение, что происходит что-то по-настоящему ужасное. Через несколько минут Оксфорд-стрит оцепила полиции. Офицеры бросились на поиски предполагаемого стрелка. В результате не нашли ни террориста, ни следов стрельбы, ни свидетелей атаки. Не обнаружили и пострадавших. Только одна женщина получила легкие травмы, выбегая из метро. Ну а позже стало известно, что еще 16 человек незначительно травмировались в давке. Люди бежали, сломя голову. Они толкались, спотыкались друг от друга, бросали на ходу свои вещи. Сумки с покупками. Увидев это, я тоже развернулся и ушел. Цепочку событий, которая спровоцировала массовую панику, все еще пытается восстановить Скотланд-Ярд. Похоже, переполох начался в метро Oxford Circus из-за стычки двух мужчин. Они сегодня добровольно сдались полиции. В ходе их потасовки произошло что-то, что заставило людей разбежаться. Ну а дальше страх сделал свое дело. Ведь в этом году в Британии было уже 5 терактов. Менее полутора часов понадобилось полиции, чтобы понять, никакой угрозы не существует. Самая оживленная улица в центре Лондона, Oxford Street, вернулась к обычной жизни. Но ложная тревога показала, насколько качественно сработал Скотланд-Ярд. Первый наряд полиции прибыл на место уже через 2 минуты после звонка на 999. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Теракт в Египте унес жизни 305 человек на данный момент. Эта цифра постоянно меняется. Среди погибших 27 детей. Более 120 человек получили ранения. Я напомню, террористы напали на мечеть в деревне Эр-Рауда на севере Синайского полуострова. Около 20 боевиков подъехали к мечети на внедорожниках. Они были вооружены гранатометами и автоматами. Сначала террористы взорвали бомбу, затем открыли огонь. Обстреливали даже кареты скорой помощи, которые прибыли на место трагедии. По данным египетских силовиков, кровавую расправу устроили террористы исламского государства. В стране объявлен трехдневный траур, а войска и службы безопасности Египта начали антитеррористическую операцию. Египет борется с терроризмом во имя региона и всего мира. Именно по этой причине все, что происходит на данный момент, это попытка помешать нашим усилиям в борьбе с терроризмом и разбить нашу волю положить конец ужасному преступному проекту, направленному на уничтожение региона. В Львовской области назревает экологическая катастрофа. Древние украинские обычаи сливать в водоемы канализацию не прошел бесследно. История одной из многих загрязненных нечистотами рек в материале Галины Якушко. Метровая подушка пены, несколько метров мыльных пузырей вдоль русла. Так выглядела накануне речка Вишенка в поселке Рудно, неподалеку от Львова. Местные жители утверждают, что это привычная картина. Все из-за отсутствия центральной канализации. Владельцы домов, расположенных вдоль реки, вводят бытовые стоки прямо в реку. На берегу можно увидеть несколько врезок, но с журналистами эти хозяева общаться не хотят. Впрочем, есть в поселке жители, которым небезразлично состояние окружающей среды поселка. Под этой крышкой в доме Петра обустроена выгребная яма. Соорудил ее вместе с сыном. На материалы ушло не более тысячи гривен, теперь платят только за выкачку ямы раз в два месяца. Местные власти говорят, планируют провести канализацию, уже разработали проект. Но для этого понадобится несколько лет, а пока нарушителей собираются штрафовать. Тут экологично, но минимально 1700 гривен можно давать. А вот в госэкоинспекции ситуацию со сбросом отходов в реки во Львовской области называют экологической катастрофой. Это уже повлияло на состав воды западного буга, который течет в соседнюю Польшу. Поляки регулярно присылают предупреждение, вода сильно загрязнена. Мне приходят материалы из Польши. Как правило, это перевищение залеза, хлориды, ну, такие больше энергетические материалы, где используются в побутовье. Это порошки, мыющие засобы, засобы, которые используются предприятиями, тоже для мытья чего-то. Воду для анализа взяли и в поселке Рудно из речки Вишенка. Результаты будут известны через несколько недель. По предварительным данным госэкоинспекции, в эту реку могут сбрасывать отходы не только местные жители, но и крупные предприятия Львова, какие именно, не уточняют. Галина Якошко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Сделать госбюджет следующего года более социальным, повысить зарплаты, пенсии, а также увеличить ассигнования на соцзащиту детей и матерей. Такое требование НАС-платформы «Женщины за мир» к правительству и нардепам поддержала организация «Женщины Юга Украины». Решение было принято на итоговом форуме в Одессе. Его участники также требуют вернуть льготы и соцвыплаты многодетным семьям. По их мнению, отмена так называемых детских три года назад привела к увеличению количества сирот, снижению рождаемости и увеличению уровня детской заболеваемости, а также смертности. Найти баланс между человеческой безопасностью и обороноспособностью страны. Как сегодня найти ресурсы, чтобы поднять пенсии? Правительство предлагает минимальную пенсию в следующем году 1343 гривны. Женщины предлагают и показывают, где можно взять эти деньги, 3,5 тысячи гривен. Прожиточный минимум правительства говорит 1700. Мы говорим, нет, это антиконституционно. Подготовка ко дню рождения ровесника Рима, древнего Еревана. Лидеры армянской и украинской диаспоры собрались в Киеве на ежегодной конференции. Представители общин подвели итоги уходящего года и обговорили подготовку к памятной дате для всех армян. Отмечать ее будут и в Украине. Подробности в материале. В этом зале собрались представители армянских общин со всей Украины. Подводили итоги уходящего года и планировали, что будут делать в следующем. Говорят, уходящий 2017-й выдался напряженным. Из-за политической ситуации последних лет отношения официальных Киева и Еревана несколько охладели. Представители армянской диаспоры в Украине стараются улучшить отношения исторической родины и новой. В плане армяно-украинских отношений надеюсь, что они станут теплее в плане государственности. Но мы делаем все возможное, чтобы они были крепче и теплее. Я думаю, что это одна из основных наших задач – помогать Украине и Армении дружить. Для этого проводятся десятки мероприятий. Одним из самых ярких стала выставка древних хачкаров – аутентичных памятников армянского камнерезного искусства. Кроме того, идет реставрация ряда объектов историко-культурного наследия. С усилиями, как Союза армян Украины в Одессе, реставрируется Белгород-Мистровский армянский храм Святой Богородицы. И в дальнейшем намечается построение побратимских отношений с армянским каким-то городом. Обсудили представители общины положение армянской апостольской церкви в Украине. Все больше появляется приходов, рассказал Маркос Аганесян, глава украинской епархии. У нас есть зарегистрированных 25 приходов, но священников меньше – 11. И приходится священникам выполнять двойную тройную работу. Слава Богу, у нас новые храмы строятся, реставрируется наше духовное наследие, церкви, часовни. В следующем году исполняется 2800 лет со дня основания Еревана. Эту дату армяне будут праздновать по всему миру. Ряд мероприятий проведут и в Украине. Руслан Смещук, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал «Интер». Нравится «Бери». В столичной галерее «Лавра» стартовала арт-акция художницы Зинаиды. Она предлагает каждому зрителю забрать себе ту работу, которая пришлась по душе. Что хочет взамен, знает Ольга Теребинская. Произведение искусства взамен месседжа на полотне. Художница Зинаида презентовала необычную арт-акцию в столичной галерее «Лавра». Впервые она представила все свои знаковые работы за последние 7 лет в одном пространстве. И предложила посетителям забрать любую понравившуюся часть экспозиции. А на ее месте оставить письменное послание. Каждый, что в любой выставке, шукает что-то свое. Мы пришли, подивились, и я остановилась на стенде, где написано было про Березу. Дотронулся до одного выруба, до другого, а потом одеждаю браслет на руку. Я его отчуваю. У него идет такое тепло, я говорю, что это мое. Директор галереи рассказывает, в ее практике это первый случай, когда художник таким образом раздает свои работы. Мне кажется, что подобный перформанс, он отражает суть всего творчества художника. Ее желание общения и зрителям, и, мне кажется, вообще со своим народом. И ее желание хоть какой-то частичкой присутствовать в доме каждого. В своей акции художница подчеркивает, что искусство – это коммуникация со зрителем. Сегодня оно должно быть более открытым и социально направленным. Все работы делали для людей, поэтому я считаю, что они должны належать людям. Но здесь представлена половина моих работ, другие работы уже нашли свое место. Я считаю, что это должно быть финальным актом моей передней творчества. И я не имею права себе позволять это ощущение жалости. Я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду от материальных объектов своей творческой деятельности. Акция продлится до 2 декабря, а ее завершение должно ознаменоваться полным освобождением арт-пространства от работ художницы. Их заменят отзывы зрителей, представленные на художественных полотнах. Ольга Деребинская, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». В столице состоялся второй фестиваль по мини-футболу. Кубок Ващука среди детей. На поле сражались семилетние футболисты. Все видел Александр Васильченко. Легкая разминка и последнее наставление тренеров. Команды выходят на поле. Свисток арбитра открывает футбольный турнир. Уступать победу никто не хочет. Было сложно, а забить лучше было. Мы хотим забить двушку, трешку, чтобы уже все, ехать нормально. Нам нужна только победа. В фан-клубах команд родители и родственники. Зрители шутят, играют семилетние дети, а напряжение на поле, словно на чемпионате мира. Да, эмоции зашкаливают, да. Переживаю сильно за ребят, поэтому очень волнуюсь. Но молодцы, выиграли первую игру. Фестиваль по мини-футболу Кубок Вачука среди детей проводят второй раз. Таких соревнований в Украине еще не было. Главная задача турнира – поднять интерес к спорту, повысить тактические умения и навыки детей. Этот формат нужен сегодня нашим детям. Он популяризирует футбол. Дети хотят заниматься этим, они получают подарки. И на самом деле в этом фестивале нет соревновательного момента, связанного с тем, что занять первое место или последнее. Они все получают призы. То есть задача, чтобы дети хотели заниматься футболом. В перерыве между играми – мастер-класс от легенды киевского «Динамо». Футболист показывает детям упражнения и вместе с ними выполняет их. Попутно поправляет и рассказывает юным футболистам, как правильно тренироваться. О необходимости таких фестивалей говорят и тренеры спортивных школ. Киевские спортсмены подчеркивают, в столице действительно проводят мало соревнований. И они низкого уровня. Считают это недоработкой руководства Федерации футбола Киева. Нам нужно новое внимание, новое внимание именно к нашим детям и в отношении футбола в городе Киеве. Город Киев – это 70% всего футбола в Украине. Поэтому почему его не сделать лучше? Те люди, которые борются за сегодняшний пост, и они 20 лет в футболе, практически они ничего не сделали. Уже к следующему турниру планируют привлечь больше участников. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Золотые распродажи. Состояние основателя крупнейшего сайта онлайн-покупок «Амазон» в черную пятницу достигло 100 миллиардов долларов. Дмитрий Анопченко подсчитал расходы американцев на вчерашний шоппинг. Люди часами толпятся у входа. В момент открытия бросятся в магазин, едва не выламывая двери. Хватают все подряд, лишь бы подешевле. Бьются за каждую вещь, выхватывая товары просто из рук. Так американская черная пятница традиционно выглядела многие годы. Но сейчас очередями могут разве что несколько нью-йоркских магазинов похвастать. Куда по привычке туристы набежали, думая, что в Америке так положено. Сами американцы от традиции, похоже, отказались окончательно. Шоппинг-молы американской столицы в эти выходные впервые полупусты. Здесь старательно готовились к наплыву покупателей. Но людей действительно немного. Всех засосала всемирная паутина. Делают покупки через интернет с доставкой на дом. В итоге к восьми вечера вчерашнего дня только на обновки и подарки Америка потратила онлайн 3,5 миллиарда долларов. И это вдобавок почти к 3 миллиардам, которые ко дню благодарения уже пришлось выложить. А всего, по прогнозам финансовых аналитиков, за предстоящий сезон праздников, включая Рождество, американцы потратят на покупки через интернет астрономические 107 миллиардов. Эпидемия распродаж многих заставила, увлекшись, потратить последнее. Но те, кто эти распродажи проводит, сделало невероятно богатыми. Агентство Bloomberg выяснило. Состояние основателя компании Amazon, самого популярного здесь, в штатах, интернет-сервиса для онлайн-покупок, в одну только черную пятницу превысило 100 миллиардов долларов. И все потому, что на фоне новостей о сумасшествии в сети акции подросли. Это огромное помещение, похожее на фабрику, всего лишь упаковочный цех Амазона, работающий 24 часа в сутки. Вот у кого не было дня благодарения, с посиделками за столом и традиционной индюшкой, так это у его сотрудников. Сотни тысяч пакетов и коробок. Все то, что американцы заказали через интернет, теперь нужно успеть рассортировать и отправить. Что же не так? Почему покупатели массово мигрируют в сеть? Задаются сегодня вопросом и прессы, и социологи. Ответ очевиден. Устали от очередей. Шопинг всегда был для американцев хобби. Здесь часто шутили, мол, это национальный вид спорта, забег по магазинам. И помогает стресс снять. Но в дни, когда очереди сами по себе становятся стрессом, люди, которые проехали сотни километров, чтобы побыть семьей, все же решают остаться с родными. А еще виноваты магазины. Сами себя перехитрили. Чтобы побольше заработать, в Черную пятницу стали лимитировать количество уцененного товара. Мол, первым ста покупателям действительно отдадим по дешевке, а остальные и с небольшой скидкой купят, раз уж выстояли очередь и пришли. Форумы были полны жалоб, дескать, ждал-ждал и не хватило. Вот почему победил интернет. В сети может и не настолько дешево, зато предсказуемо, спокойно и понятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Почему Дональд Трамп не хочет быть человеком года? И за что Диего Мурадонна требует арестовать свою дочь? Обо всем этом в нашем обзоре. Дональд Трамп отказался стать человеком года по версии журнала Time. На своей странице в Твиттере американский президент подробно объяснил, почему. Мне позвонили и сказали, что я, вероятно, буду признан человеком года, как в прошлом году. Но мне надо дать интервью и согласиться на фотосессию. Я ответил, что, вероятно, так не годится. И отказался, написал Трамп. В самом издании опровергли эту информацию. Ранее Time назвала Трампа президентом разъединенных штатов. Подводный парк размером с американские штаты Линольс создали в Тихом океане. Правительство Мексики выделило деньги на заповедник для сохранения китов, черепах и других обитателей морских глубин в районе архипелага Ревиилия-Хихиедо. Отныне на острове запрещено строить гостиницы и соответствующую инфраструктуру. Нельзя также ловить рыбу. Архипелаг Ревиилия-Хихиедо еще называют Галапагосами Северной Америки. Четыре вулканических острова являются домом для сотен видов животных и растений. Самая большая рождественская ярмарка в Европе открылась в Страсбурге. В этом году не так просто будет выпить глинтвейн и выбрать подарки. Нужно будет пройти несколько полицейских проверок. На подходах к ярмарке выставят около 19 пропускных пунктов. Охранять рождественский базар будут 140 вооруженных стражей порядка. Напомним, в прошлом году в Берлине на рождественской ярмарке в результате теракта погибли 12 человек. Легенда футбола Диего Марадона требует арестовать собственную дочь Джанину. Она якобы замешана в финансовых махинациях и отмывании украденных у отца денег. Судебный процесс тянется с 2015 года. Но сейчас адвокат Марадоны заявляет, что имеет неопровержимое доказательство причастности бывшей жены и дочери к краже почти 4 миллионов евро. Сама Джанина заявила, что она не скрывается и готова ко всему, если за ней придут. Бездомная собака спасла женщину от ограбления. В столице Черногории под Горице камеры наружного наблюдения засняли, как вор хотел выхватить сумку и телефон у прохожей. Но сидящий неподалеку пес набросился на злоумышленника и укусил. Грабитель еле ноги унес. Никакой детальной информации полиция пока не располагает. Видео же активно набирает популярность в интернете. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok